Еще вчера на этой ферме находилось 150 коров. После выгулу их, как обычно, привели на дойку. Но привязать вот этими цепями так и не успели. Коровы одна за другой начали падать. Дождик, ливень. Крешечный слог. Железные листы крыши оборвали линию электропередач. Провода под высоким напряжением упали на коровник. Скорее всего, через паильники пошел ток. 56 коров погибли на месте. В это время там же находились и 4 доярки. Их спасла только обувь на резиновой подошве. Про таких говорят. Родились в рубашке. В хозяйстве же подсчитывают убытки. Сочетаем пока. Ну, большой ущерб. На сегодняшний день тонны 200 молока не отрожает. Коровы были племенные, говорит хозяин. Одна стоила 120 тысяч рублей. Ущерб почти 7 миллионов рублей. Плюс выручка от продажи молока. Сейчас Рафис Яхин составляет заявку в страховую компанию. А энергетики восстанавливают электроснабжение. Приехали испытатели. Мы полностью будем испытывать КТП. И все автоматы, все КТП. Полностью проверим. А это уже Зеленодольский район. Стадо возвращалось домой, когда грянул гром. Молния попала в линию электропередач. Четыре коровы и девять овец погибли. Четвертый провод упал. Вот самый конец. Провод упал. Вот потом коровы и овцы наступили. Ладно, еще там он изредка шел. Они 15 апреля родились. Оставил потом в ственде. От лучшей коровы Расимена Ругалеева остались только двое телят. Женщина лишилась единственной кормилицы. В день давала по 23-24 литра молока. Очень хорошее было. И почти каждый год по двое не приносила. Как не жалко, жалко, конечно. Дождливая погода и влажность – хорошие условия для проводимости тока, говорят физики. Даже небольшой ток в несколько миллиампер останавливает сердце и дыхание. Животные теряют сознание. Так было и в тюличах. Если получилось так, что корова стоит на мокром полу, то она тот предмет, по которому удобнее всего протечь ток. Если в хозяйстве ганчи все стадо было застраховано, то в больших яках только две коровы. Глава поселения ищет средства для оказания помощи. Всех животных захоронили. Сразу увезли скотомогильник. Их невозможно реализовать. И в зоопарк нельзя. В общем, никуда нельзя это мясо использовать. Коров из тюличей увезли на четырех камазах. Трупы утилизируют на заводе биоотходов Елабуги. Владелец хозяйства надеется, страховка покроет хотя бы часть миллионных убытков. Анна Городнова, Альбина Минибаева, Ринат Сафин, Рамзельгарипов, ТНВ, Тюличинские и Зеленодольские районы, Казань. Редактор субтитров А.Семкин